Это очередная историческая достопримечательность, которую хотят уничтожить оккупанты Крыма. На территории старинной Керченской крепости предлагают построить военно-патриотический парк. Создать его предложили российские байкеры, адепты русского мира. А идея сделать это на месте вековой крепости принадлежит местным пророссийским общественникам. Подробности в сюжете корреспондентов Крымреалии. За полтора столетия эти стены видели императора Александра II, Гражданскую и Вторую мировую войну. Участвовать в больших сражениях крепости не довелось. В советское время здесь хранили боеприпасы. Украина же сделала крепость историческим заповедником. А сейчас ее территорию объявляют зоной российского патриотизма. Посмотрите на отпись. Боже, царя храни. Открытие военно-патриотического парка российских вооруженных сил уже одобрил так называемый Общественный совет Керчи. Считаю, что этот проект будет способствовать воспитанию гражданственности, формированию привлекательного облика службы в вооруженных силах, а также развивать чувство любви и уважения к родине. В парке «Патриот» деревьев не будет. Проект предусматривает выставку оружия, историческую экспозицию и центр военной подготовки, в том числе для юных посетителей. Некоторые из запрошенных нами керчан не против этой идеи. Не знаю, может быть, и стоит. Ну, наверное, это если нормально будет, если это построит. Потому что это город такой старинный, герой. Обязательно. Я думаю, что надо. Сейчас здесь чувствуют себя хозяевами собаки. Но их хотят потеснить волки. Лидер мотоклуба «Ночные волки» по прозвищу «Хирург» – главный лоббист патриотического парка. У него уже есть площадка в Московской области. Другую хотел застолбить в Севастополе. Но помешали местные элиты. Всю ответственность за срыв проекта «Парк и патриот» в Севастополе у горы Гасфорта я возлагаю на малочисленную группу несостоявшихся политиков и недокоммерсантов. Глядя на вот этот план, ну никак не могу себе представить, извините. А доказательств никаких проектов нет. Такой гигантский объем строительства не приведет к тому, что природа таки будет уничтожена. Российский глава Крыма, напротив, готов к жертвам. Я общался и с Александром Хирургом, который выступал в данном случае, то есть как бы инициатором проведения всего этого мероприятия, с Александром Викторовичем Витко, с командующим Черноморским флотом. Крым готов принять в данном случае и реализовать совместно с Министерством обороны, с общественниками, реализовать подобный проект на территории Республики Крым. Тут и в сезон туристов немного, а в начале весны вообще ни души. Посещать крепость без экскурсовода нельзя. Это опасно. Территория до сих пор полностью не разминирована. В советское время здесь арсенал находился, я уже говорил. И вот в этом сухом рву открытым способом ухранились боеприпасы. Вот на этих бетонных столбах слежали бомбы, торпеды, снаряды. Неподалеку от крепости пройдет будущий Керченский мост. Даже если его достроят, в парк будут заезжать далеко не все посетители крымских пляжей. В этом уверен журналист из Керчи. Мы сейчас уже видим, что Керчь не стала развивающимся городом, благодаря тому, что через него пошел трафик из России в Крым. У Керчи будет та же роль, что до 2014 года была у Джанкоя. Это вокзал. Вокзал, может быть, какой-то транспортный узел, в котором, тем не менее, люди задерживаться не будут. Потому что в Керчи есть мало объектов, которые бы поддерживались на достойном уровне, которые могут заинтересовать действительно людей. Некоторые жители Керчи все же побаиваются, что агитационная площадка уничтожит исторический памятник. Примеры развиваются странные, натуральные. Как была, где приступится, останется. Это все-таки память времен новой. Мы были на экскурсии буквально позавчера там. Там, конечно, надо, может быть, что-то очистить, благоустроить. Но превращать его в какой-то специальный парк, я думаю, не стоит. Лучше оставить вот так, в первоздатном виде. Это такой объект, который надо сохранить еще на ближайшие сто лет, как минимум. Так что главное сражение за существование у Керченской крепости еще впереди. Продолжение следует...